Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Прагу! Сегодня у нас с вами есть прекрасная возможность отправиться в один из потайных уголков пражского города. Сейчас мы с вами на маленькой прогулочной лодке отправляемся по руслу реки Чертовка. Рядом со мной находится моя подруга Вера и наш дорогой капитан весь в белом. Очень хочется, конечно, ему сказать сразу же приветственные слова «Ахой» и пожать руку. Наверняка нас извинят те, кто соблюдают правила хорошего тона. И хотелось бы узнать у вас, Вера, у тебя. Я надеюсь, мы, как старые добрые друзья, можем друг к другу перейти на ты. Привет, Василий! Привет! Расскажи нам, пожалуйста, про это замечательное место. Я знаю, что между собой люди, которые живут в Праге, называют это место Пражской Венеции. Так ли это? Если посмотришь вот здесь, ты видишь, что это место очень сильно напоминает Венецию. Это одна спричина, почему мы это место так называем. Ну, здесь еще другое название, которое намного старше, интереснее. Это название Чертовка. Чертовка. Ну, я надеюсь, что с этим не связана какая-то адская история или, может быть, мистическая история. Ну, это уже никто точно не знает. Такая чуть-чуть история с ним точно связанная. Ну, есть тоже другие сказки, истории, легенды, которые важны к этому названию. Одна из них — это от скорости реки, потому что эту реку зовут Полтава, Дикая река. А здесь этот канал узкий, значит, здесь вода была намного быстрее, и по-тому я этот канал назвала Чертовка, потому что здесь вода просто так быстрая, как черт. Ну, есть другие сказки про то, что здесь жилы, серьезно, дьяволы и ведьми. Ну, это точно уже сегодня никто не знает. Скажи мне, а кто живет в этих домах сейчас? Потому что, если я правильно понимаю, по-прежнему все эти здания заселены простыми пражскими жителями. Ну, посмотри здесь рядом. Это, главное, художники, потому что это очень красивая часть Праги. И тоже богатые лудья. Ну, здесь, как бы, в центре это неудобно с парковкой, тогда лудья должны быть серьезно любители этой части Праги. А перемещаются ли местные жители по вот этой маленькой речке Чертовки на своих лодках? Или единственная возможность посетить эти места дается именно тем людям, которые приезжают в город в качестве туристов? Ну, к сожалению, это уже давно нет. Но раньше здесь жили рыбаки, а они здесь двигались почти только на лодках. Я вижу, что мы проплываем ресторан с очень интересным названием, которое переводится на русский язык как «Кафе-ресторан Морк». Скажи мне, пожалуйста, чем вызвано такое немножечко зловещее название? Ну, потому что раньше там серьезно Морк был. Как я тебе сказала, этот канал называется «Чертовка». Это раньше было такое темное место, тоже очень вонючее, потому что... А вот смотрите, вот мы проплываем сейчас под маленьким мостом, который соединяет старый город и... Что это? Это и есть Кампа, да? Это и есть этот маленький искусственный остров. Да, вот это, то, что здесь рядом, налево, направо от нас, это серьезно остров Кампа, который один из самых красивых островов в Праге, но он сам искусственный. Друзья, сейчас мы проплываем с вами под Карловым мостом, одним из старейших мостов в Европе. И с этим мостом, с этой старинной постройкой связаны истории и легенды. Хотелось бы узнать, может быть, одну из таких легенд от тебя, Вера. Скажи, пожалуйста, каким образом в то время удалось жителям средневековой Европы построить такое монументальное сооружение? Ну, конечно, что дьяволы помогали. Ну, естественно, конечно, как же без них-то не обошлось? Есть такой легенд, что когда Петр Павлер строил этот мост, он подписал контракт с дьяволом. Продал душу? Ну, а не свою душу. Не свою. Это интересно, что не свою душу. Потому что никто не верил, что в это время можно построить такой огромный мост. Но его построили через 45 лет. Тогда думаешь, что он должен быть подписан контракт с этим дьяволом. Ну, и он обещал душу того, кто пройдет через мост как первый. Ну, когда строительство закончилось, он об этом думал. Ну, как он это сделает? Ну, подумал, что он поженет перед собой петуха, и что дьявол возьмет с собой в ад душу петуха. Душу петуха. Ну, кто-то сказал, что Петру что-то случилось. И его жена пошла его искать. Перешла через мост как первая. И дьявол взял ее душу в ад. Вот женщины. Так, да, да. Есть женщины в чешских селениях. Но, конечно же, нашим зрителям будет интереснее всего узнать, каким образом можно попасть в это по-настоящему уникальное место чешской столицы. Что мы можем предложить? Или каким образом мы можем отправиться в путешествие с таким импозантным капитаном? И, может быть, есть ли какой-то способ отправиться на романтическую прогулку вечером? Или, может быть, даже ночью, потому что место-то мистическое. Поэтому наверняка появится желающий побывать здесь и в ночное темное время. Это несколько возможностей. Первая возможность, что вы просто приезжаете в Прагу. И рядом с мостом стоят наши продавчики. Это можете купить свои билеты. Или вторая возможность, это можете прямо нам написать или позвонить, забронировать лодку. А можно ли вместе с лодкой забронировать, или не забронировать, организовать торжественный ужин при свечах? Конечно. Для того советую уже лодки, которые чуть-чуть побольше. То есть есть и... Есть вечером такие прогулки, где предлагается тоже ужин. А для любителей живой музыки возможно ли попасть на концертное выступление какого-нибудь пражского джаз-бэнда? Конечно, это тоже предлагаем. Хорошо. А еще последний вопрос... Это тоже, извини? Да, конечно. Это тоже не проблема зимой, потому что река уже давно не замерзает. Тогда каждый вечер, весь целый год можно прокататься здесь на полщих кораблях. Ужином по реке. Плюс 36 или минус 36. Это так. Пражскому судоходству уже не важно, да? Но я на самом деле смотрю сейчас вот на эту старинную мельницу. И хотелось бы понять, для чего до сих пор мельничное колесо крутится? Неужели там до сих пор живут мельники, которым это необходимо? Знаешь, Прага – это очень старый город и имеет свою душу. Тогда это, чтобы мы здесь оставили... И, конечно же, не могу не спросить, не могу не спросить, зная о том, что в Чехии и именно в Праге очень часто бывают наводнения, особенно в летнее время или, может быть, в конце весны. Каким образом местным жителям удалось сохранить эту красоту, этого прекраснейшего места? Которое, как называется... Оно называется Кампо, правильно? Если я понимаю, то этот маленький остров Кампо здесь, а с левой стороны... Что это? Маленькая страна. Маленькая страна. Вот здесь рядом тоже уже Пражский град и большинство поселства. А правда, что вода доходила до окон второго этажа? Первого этажа, если ты посмотришь вот туда... Первый этаж... Для этого бы этой ворота не хватало. Кстати, друзья, интереснейший факт. В Чехии, в чешском языке вторым этажом считается этаж первый. Поэтому, когда вы приедете в эту великолепную страну, просто имейте в виду, что, стоя на... выглядывая из окна второго этажа, вы смотрите на самом деле из окна первого. Ну что ж, Вера, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Я получил удовольствие от нашей поездки. Я очень рад, что мы с тобой познакомились. И надеюсь, что это не последнее наше путешествие. И нам предстоит еще узнать много о Праге и о Чехии. Дорогие друзья, всю необходимую информацию вы сможете найти на нашем портале www.privet-cz.ru. И я благодарю вас за внимание. Спасибо вам большое, что были с нами. Надеюсь, в Праге вам понравится. И мы ждем встречи с вами снова. Я Василий Иванов и Вера Майрова. Расскажем вам с удовольствием еще о путешествиях по Праге и Чешской Республике. До скорой встречи в Праге! Ахой! Ахой!